В Североказахстанской области до конца недели зальют все катки и ледовые арены. Их чуть больше 400, пока к эксплуатации готовы лишь 80% из них. На остальных все еще нет ледового покрытия. В Управлении образования обещают, что в течение нескольких дней эти катки смогут принять детвору для проведения зимнего досуга. Почему сложилась такая ситуация, узнавала моя коллега Анжелика Сычева. Это каток 23-й школы. Первым в городе его залили чуть больше месяца назад. За это время здесь успели провести областной чемпионат по хоккею среди любительских команд-школьников. Теперь звуки удара клюшка здесь смолкают редко. А это уже хоккейная коробка первой школы гимназии. Прокатиться на коньках и погонять шайбу с ребятами Руслан Джамалядинов мечтал давно. Каток здесь заливают обычно к середине декабря, но в этом году припозднились. Тренировались ребята где придется. Было дело, что шайбу приходилось гонять по спортзалу, говорит юноша. И вот неделю назад лед наконец-то залили. Радости мальчишек нет предела. Больше всего мне нравится то, что я учусь в этой же школе и рядом можно выйти и в любое время поиграть. Классно, что поле открыто всегда вечером и днем. Иногда, когда мы сильно устаем от тренировок, мы просто собираемся с друзьями и катаемся на коньках. Затянулись заливкой кортов не по халатности, а из-за погодных условий. Декабрь выдался на удивление теплым. Температура воздуха не позволила прихватиться льду. По этой причине катки и простаивали, говорит канадца Двокасов. Начали заниматься в ноябре. У нас в городе корт залили. Несколько этих кортов начали заливать, но потом погода теплее стала и вода стоит, она не замерзает. Из-за этого у нас затянулось. Вообще у нас сроки примерно вот это время, середина декабря. Всего по области у нас 262 хоккейных корта и 130 катков. На сегодняшний день у нас залито около 80%. Погода уже у нас сейчас холодает, поэтому в течение 2-3 дней оставшиеся 20% кортов будут залиты. Уже на этих выходных смогут выйти на лед и учащиеся школы лицея ЛОР. Стоит отметить, приходить коньками и кататься на льду может каждый желающий в любое время и абсолютно бесплатно. Анжелика Сучева, Казбек Архбаев, Новости МТРК.